Приветствую, друзья! Я очень-очень вдохновлён, потому что действительно это торжество коллективного разума получается. Вот я в прошлый раз сделал ролик. Сейчас скажу, как он называется. Так, секунду, секунду. Он называется... О, такой ролик хороший. Как молодеть, делать открытия, доказательствовать, это музыка, гипносиотерапия, хосайлифм, этот ключ. Он так называется. И там я рассказывал, кто не видел, о том, что я, ну, в своё время сделал в гипнозе, много лет назад, вызывал активацию в биологически активных точках. При этом это называлось гипносиотерапией, суэ, по-китайски, точка. А ещё это называлось сигнальной рефлексотерапией, потому что можно было вызывать без иглы, без электрического тока, без любого механического или химического воздействия, реакцию в точке. Вызывать вот этот феномен отдачи, потому что он коре головного мозга представлен. Ну, если углубиться, то он представлен в виде эквивалента характерных ощущений. Тепло, ломотораспирание, электрического тока. Да, если в гипнозе это внушать, и даже в случаях, когда вы не знаете, в какой точке, даже специально, не показывая, в какой точке. Вот сидит, допустим, тысяча человек, и все они находятся в трансе. И вы им говорите, в теле ток. Этого достаточно, и у каждого побежит ток так, где там надо, потому что именно по системе кортикобатвисцеральных связей, именно по каналам, нервным путям, где пороги реагирования наиболее к этому адаптированы. То есть в этот момент, где болит, оттуда, собственно, ток и пойдет. Ну, вот так, это очень интересная штука. Ну, ладно, я сейчас не об этом хотел сказать. Я хотел сказать о том, что коллективный разум в чем заключается. Как только я намекнул на это в прошлом ролике, не рассказывая всей этой истории, как сейчас, то тут же мне там комменты сделали. Очень интересные. Да, интересные. Потому что я в том ролике говорил о том, что на стыке наук открытие происходит. Если вы хотите, то вы можете сами подумать об этом, что в разных областях деятельности найдете связи, и там раскроется для вас открытие. Вот, вот это очень интересно. И поэтому я говорил о цветах музыки, имея в виду скрябина. Я говорил о том, что... Ну, я же встречался с самим Терменом, который создал Термен Вокс. Меня с ним познакомил мой друг Сергей Зорин, который создал цветомузыкальную живопись. То есть вот на границе областей возникает что-то новое, и целые реальности возникают. И вот мне комменты сделали, друзья. Когда я сказал о пограничных областях, то тут же мне вот написали вот такой интересный коммент. Я поэтому сейчас в таком восхищении... Сейчас я вам скажу, какой коммент. Когда я упомянул пограничные области между музыкой и цветом, например, или еще чем-то, не имеете ли вы в виду М. Элькина, цветомузыкальная терапия, не про него ли речь? Ну, я, естественно, не его имел в виду, я имел в виду Скрябина, потому что у Скрябина были музыкальные произведения, и я там в том ролике сделал туда ссылки, потому что у Скрябина была такая способность, когда он слышал звук, он чувствовал цвет. Ну, такое вот явление синопсии. Ну, так мне помнится такое явление. Посмотрите там. Так вот, я имел в виду Скрябина. Я открыл в Скрябина произведение, которое, ну, играет там оркестр, и цвет там. Ну, есть там я ссылку сделал. Но то, что мне подсказали Элькина, я так благодарен, просто, ну, просто очень благодарен, потому что, когда я его стал слушать, человека, который посвятил этим исследованиям, этому любимому своему делу, потому что он это чувствует, вот у него есть это ощущение соприкосновения цвета, звука, чувствовать. Да, поэтому он в этом и преуспел, он всю жизнь этим занимался, оказывается. Вот посмотрите, откройте, это настолько полезно. Я просто как зачарованный сидел, слушал, и задремывал, и снова слушал, и опять задремывал, и опять слушал. Ну, в конечном счете, я в полном восторге, потому что это такое глубокое исследование. Ей-богу, вот теперь соединить Элькина, соединить, значит, его музыкотерапию, которую он отбирает для каждого человека, как я понял, как, ну, там, посмотрите, это очень интересно. И какие там закономерности, очень интересно. Ну, я и подумал, мы же можем по существу, первое, собрать всех таких людей. Ну, Сергея Зорина я лично знаю, поэтому собирать-то нечего, он всегда готов. Мы друзья большие. Вот, собрать Сергея Зорина. Пригласить Элькина. Пригласить еще людей, которые также чувствуют вот эти пограничные области, как они между собой связаны. Может быть, еще есть не только музыкальная терапия, а есть еще, ну, есть арт-живопись там, это самое, о том, что есть соединение между терапией и живописью. Это неизвестно, я даже на конгрессе международном участвовал, доклад делал, ну, это несколько лет назад, по арт-терапии. Ну, я вам просто хочу сказать, мы же можем действительно такому количеству людей помочь, потому что тогда получается такой комплексный системный подход, там и музыка, и картины, там и вибрации, там и все, что хотите. Мы можем создать вместе все, в Школе Человек Будущего Homo Futurus, такой специальный курс. Да, и каждый человек сможет. Это будет не просто такая медитация, которую на видео люди показывают, потому что другого пока нет. А мы создадим такой целый курс, где будут все каналы человека, которые связаны с природой, вот так системно организованы, и где он будет сам подбирать себе то, что ему больше подходит. А в одном состоянии ему больше подходит одно, а в другом состоянии больше подходит другое. И тем самым он будет гармонизироваться. Но подбирая то, что ему подходит, вот в чем суть. Подбирая то, что ему подходит, он уже развивает свою личность и становится более развитый. И многие качества и способности, которые у него были в потенциале, начинают у него реализовываться. Мне кажется, я попал в точку. Да, друзья, мне кажется, я попал в точку. Давайте будем работать. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok